всем привет обзор телефона oneplus 7 pro 8 на 256 для китайского рынка в такой коробочке его привозят покупался на горбушке москве а вот сам телефон в таком чехольчике давайте снимем кто не говорил со временем желудеет в принципе мне это не мешает как бы вид не очень уже на сам телефон наклеена пленка заводская еще я не менял принципе единственное место я есть пузыри ну как бы пленка еще не снималась олеофобное покрытие пленки средние даже ниже среднего могу сказать заляпывается есть уже может быть на камеру не будет видно уже сами царапины но это на пленке сзади сзади все у нас хорошо что хотел сказать под датчику печатка пальца в экране не всегда он срабатывает быстро увеличим яркость экрана вот у нас телефон так встречает безрамочный практически без дисплей внизу есть небольшой подбородок настройки на телефоне снапдрагон 855 8 256 гигабайт камера стоит у нас 10 android beta 7 модель 1910 телефон уже пришел на оксиджен с то есть был перепрошит видимо китайцам здесь еще есть очень интересные функции экран можно выбрать частоту 60 перц либо 90 кто-то говорит что влияет особо на зарядку кто-то нет у меня стоит 60 надо ведь поставим на 90 до картинка стала чуть-чуть давайте еще посмотрим что здесь можно изменить можно поставить разрешение hd плюс или в hd плюс но к hd плюс увеличивая расход батареи ну давайте вы включим опять же на камеру происходит не так быстро но в реальности все очень хорошо ну что я могу сказать телефон очень хороший есть запись разговоров но опять же это через костыли нужно устанавливать такую программку джо он плюс то ус скачивается с поймаркета здесь есть раздел кау рекординг не мы можем включить запись или выключить здесь же мы можем включить монохромный режим либо пить его включить здесь еще есть настройки по цветам но опять же телефон не ротированный то есть эту программу можно поставить без не имеют прав и вот видите и значок что работает запись разговоров когда вы активируете можно зайти в меню телефон далее в настройки и уже появляется пункт запись вызову нажимаем и здесь мы уже активируем запись вызова автоматически нам записывать или нет и уведомление либо записывать все вызовы либо конкретные какие-то номера либо же диапазон также обновление можно получать окс оксиджин дэйт него тоже скачиваем с поймаркета ну так как у меня сейчас не подключена к сети вай фай не можем обновить но здесь стоит последний бета на сегодняшний момент принципе телефонами доволен яркий дисплей держит батарею с утра где-то с 8 часов утра до 9 вечером это стабильно остается где-то процентов 15 заряда при стабильном использовании также принципе я телефон телефонам доволен есть также nfc для оплаты бесконтактный тоже очень хорошо работает давайте посмотрим камеру настройки камеры открываются так можно выбрать профессиональный режим можно выбрать ночной пейзаж интервальная съемка замедленные панораму портретные видео настройки широкоугольный объектив ручное управление hdr можно включить и выключить но у меня стоит автоматически опять же можно выключить звук затвора переключить зеркальные фото и сделать длительную экспозицию но на штативе давайте посмотрим принципе приближает очень хорошо это обычная из ширик угольная камера принципе камера я тоже доволен все четко хорошо видео снимает в 4к здесь можно переключиться на 1080p 1080 на 60 fps и 4к 60 fps картинка очень хорошая четко камера я доволен есть портретный режим ну как на айфонах сейчас не получится мне его сделать также есть ночная съемка вот ночная съемка здесь обалденная то есть можно в полной темноте без вспышки сделать хорошую фотографию некоторые жалуются на то что при установке записи записи вызовут этой программы у них она периодически слетает пусть не записывает но здесь есть такая фишка что нужно закрепить программу допустим допустим сверху положу вот она здесь постоянно в 3 висит как это делается нажимаем три точки и нажимаем заблокировать но она мне сейчас разблокирована мы сейчас сняли она исчезла через какое-то время она исчезнет чтобы на них никуда не у нас не исчезала открываем программу свайпом делаем палец вверх нажимаем три точки нажимаем кнопку заблокировать все то есть у нас программа никуда уже не девается и постоянно находится в память не вылетает и происходит постоянная запись вот у меня все программы которые установлены давайте проверим по спид-тесту включим интернет найти вай фай здесь опять же симка мтс но сейчас проверим скорость сделаем на вай фай пока у нас не хочет находиться серую давайте проверим тогда на мобильный мобильный интернет сейчас выключим авиарежим чем спид-тест симка мтс здесь кстати пока грузится можно сделать в лтн опять же но это после каждой перепрошивки аппарата потому что слетает настройки вот у нас нашел сервер мгтс измерение скорости это скорость интернета на мтс честно говоря здесь когда была стояла в сим карта мегафона выдавал больше 100 мегабит ну что то сегодня у мтс совсем плохо давайте проверим теперь по вай фай спасибо 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 вот это будет постоянно висеть здесь я забыл сказать очень удобный переключатель режимов как на айфонах здесь три режима звонок вибрация беззвучный очень удобно давайте проверим теперь на играх кому интересно давайте в папку все что это что это что это что это что Давайте включим звук. КОНЕЦ Закрываем динамик, здесь играет, на мой взгляд, громче. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...